Так наловили рыбу, и цапля полетела к своим животным. Животное, которое сейчас появится на студии, долгое время было прямо-таки легендарным. Ну, чего только не рассказывали о дикобразах. Например, считалось, что дикобразы мечут во врагов свои иглы, подобно стрелам. А еще даже, что эти иглы ядовитые. Действительно, раны от игл дикобраза очень болезненные, я сам это испытывал не раз. Они часто воспаляются и заживают с трудом, но вызывается это не ядом, а обычным заражением. На иглах бывает грязь, пыль, песок. На самом деле, это очень интересное животное, и сейчас вы убедитесь в этом сами. Вот древесный дикобраз и его воспитательница, сотрудница Тульского экзотариума Маргарита Денисова у нас в гостях сегодня. Действительно, животное просто удивительное. Когда мы впервые увидели фотографию этого животного, то решили, что наш экзотариум, конечно, без такого животного просто не обойдется. И к нам приехала его мама. Мама оказалась беременной, и буквально через несколько месяцев появился малыш. Вот вы его наблюдали с самого рождения. Да, с самого рождения, был совсем маленький, крохотный, на взрослого дикобраза совершенно был не похож. Ну, иголки уже были на нем? Он был рыжий, волосатый, пушистый, и совсем-совсем только появлялись малюсенькие иголочки, которых, в общем-то, и не было видно. И лишь со временем вот начали иголки подрастать, шерстка становилась все меньше и меньше, А наш малыш уже вырос, и вот теперь совсем похож на взрослого дикобраза. И на маму свою похожа, да? И на маму похожа, да, и по размеру. И размеры как с мамой? Это уже взрослые животные? Да, уже взрослые дикобразы. Ну, и маму как зовут? Маму зовем просто мама, вот, а малыша зовем Фиона за такой огромный большой нос. Ну, вот, как и мама, она тоже сейчас с удовольствием кушает не только молочную смесь, уже перестали ей давать, и с удовольствием ест разные фрукты, очень любит бананы, особенно сладкие бананы, финики, с удовольствием грызет каштаны, ну, такое растительноядное животное. То есть растительноядное, собственно, как и дикобраз наш азиатский, африканский. Хотя с удовольствием ест гречневую кашу, картошку вареную, тоже для них является таким своеобразным лакомством и очень вкусным. Ну, вот так, чтобы есть там какие-то мучных червей или что-нибудь, нет, животных? Ну, предлагали сверчков, ну, как-то они отказываются и не вызывают у них это интереса. Хотя в рационе можно предлагать. Ну, вообще-то такой сугубый вегетарианец. Это мне нравится. Молодец. Как большинство грызунов растительноядное, поэтому, несмотря на то, что с виду совершенно не похож на мышку или... Ну, конечно. Расскажите их, где он живет. Обитают такие животные в Южной Америке, в лесах, причем обитают высоко в ветвях. Да, и это ночные животные, поэтому днем их не видно, не слышно, они спят. А ночью очень медленно, раскачиваясь на ветвях, уже начинают искать что-нибудь вкусное, покушать и общаются друг с другом. Ой, как это прекрасно. Ну, они живут такими небольшими группами, семьями, да? Да, небольшими группами. Вот потом мама вынашивает малыша, и малыш тоже долгое время достаточно находится рядом с мамой. Какая мимика, потрясающая. Ты посмотрите только, что он делает своим личиком. Это же прям поисковый такой, поисковый прибор. Да, и вдруг у вас что-нибудь вкусненькое там. Помогает себе вкусное там такое. Ну что, замечательно. Ну, спасибо вам, Маргарита, за замечательное это животное. Всего доброго успеха. Фиона, тетя моя хорошая, Фиона, до свидания, мой лапочка, до свидания. У многих животных, в том числе и у дикобраза, лапы устроены так, что количество пальцев на них разное. Передние конечности трех или четырехпалые, а задние пятипалые с линдоразвитым первым пальцем. Вообще, конечности животных по своему строению очень разнообразны. Обычно у зверей пять пальцев. Но есть виды с четырехпалыми, трехпалыми, двупалыми и даже однопалыми конечностями. На передних и задних лапах число пальцев может быть разным. Например, у белки на передних лапах по четыре пальца, а на задних по пять. У зайца наоборот. На передних по пять, а на задних по четыре пальца. Кроме того, при движении не все пальцы животного могут оставлять отпечатки. Передняя лапа бобра и выдры может оставлять четырехпалые отпечатки. Хотя у этих зверей по пять пальцев на каждой из лап. Поросята дикого кабана оставляют двупалые отпечатки, а взрослые кабаны – четырехпалые. Лоси всех возрастов на твердом грунте оставляют двупалые отпечатки, а на мягкой почве или при быстром беге – четырехпалые. Помимо этого, важно знать, что не все животные при ходьбе опираются на всю нижнюю плоскость стопы. Некоторые – на часть стопы и пальцы, иные – только на пальцы или даже на концевые фаланги пальцев. Так что изучать следы зверей очень интересно и нелегко, ведь приходится помнить не только строение стопы, но и манеру ходьбы каждого зверя. Общение с живой природой – далеко не развлечение, это нелегкий труд. И, наверное, всегда лучше всего находиться в контакте с опытными специалистами, ведь неожиданности могут третиться на каждом шагу. Вот тут они и помогут нашему юному натуралисту. Здравствуй, Алеша. Здравствуйте, Николай Николаевич. Привет всем, кто увлекается живой природой. Сейчас я нахожусь в прекрасном цирке на проспекте Вернадского. Сегодня я в гостях у дрессировщицы морских львов. Лили, а вы можете рассказать, почему это животное называется морской лев? Для этих животных, для морских львов, как и для сухопутных, характерен особый львиный рык. Вот давайте его послушаем. Лиза, голос. Молодец. Молодец. Лиза своим рыком львином доказала, что она львица. Но она не простая львица, а морская львица. Посмотрите на ее тело. Вот оно такое обтекаемое, торпедообразное. Вместо лап у нее ласты. Глаза круглые, большие, бифокальные. Нос с ноздрями, которые снабжены специальными клапанами. Да. Ушки. Ушные раковины такие маленькие, свернутые в трубочку. Все эти приспособления нужны животному для того, чтобы комфортно чувствовать себя в водной среде. А где эти животные обитают? Лиза – южноамериканская морская львица. Из этого названия следует, что ее собратья обитают на побережье Южной Америки, которое омывается как Тихим, так и Атлантическим океаном. Насколько развит у этих животных интеллект? У морских львов достаточно высокий интеллект, как и у всех представителей отряда хищники. Потому что в природе им приходится быть быстрыми, ловкими, даже хитрыми для того, чтобы добыть себе пропитание. Ну, а вот сейчас, вот здесь, в цирке, это совсем другая история. Здесь искусственные условия содержания животного. И животному приходится быть в очень тесном контакте с человеком. Здесь вот случается момент общения человека и животного. Как только этот момент наступает, здесь и случается то, что в цирке называют дрессировкой. Или можно это назвать воспитанием, тренингом животного. Знаете, для себя я наше общение сравниваю с интеллектуальной игрой «Что? Где? Когда?». Животные в этой игре – это игроки. А я, тренер-дрессировщик, я ведущая этой игры. Я должна при помощи голоса, жестов и каких-то предметов очень просто, элементарно, доступно для животного поставить вопрос, поставить задачу, которую животное должно выполнить. И если оно сделает всё правильно, значит, мы победили, мы выиграли. Лили, а зачем у вас на груди висит свисток? Свисток – это сигнал. Бридж-сигнал. Бридж в переводе с английского значит «мост». В работе с животным мы используем, знаете, безусловное подкрепление – это рыба. Вот что-то животное сделало правильно, например, офф, встань, офф. Я даю команду, животное выполняет, свисток, бридж-сигнал, мостик от команды к настоящему безусловному подкреплению, к рыбе. Но вот для того, чтобы животное поняло, что мне нужно подкрепить именно то, как оно вертикально стоит, я же не могу её кормить в тот момент, когда оно балансирует в неустойчивом состоянии. Поэтому я в этот момент даю ей не рыбу, а свисток. Тем самым я говорю животному. Хорошо, ты всё правильно сделала. Сейчас ты получишь рыбу. Иди к нам, Лёша, поможешь нам? Так. Ну, прежде всего, цирковые артисты должны делать комплименты. Вот так. Лас. Ну, попробуем, Лёша. Лёша, только поднимай руку ладошкой вот сюда, к зрителям. Говори слово «лас». Лас. Молодцы. Голос. Нет, Лиза. Нет. Смотри внимательно. Голос. Так, Лёша, давай правой рукой. Голос. Ещё раз. Голос. Голос. Хорошо. Ещё разочек. Голос. Голос. Молодцы. Хорошо. Держи, Лёша. Ей бросай. Оп. Давай. Оп. Молодец. Спасибо, Лиза. Николай Николаевич, на этом мои приключения окончились Надеюсь, было интересно Конечно, Алеша, хоть ты и не с таревной лягушкой нас познакомил Но она тоже очень интересная особа И достойна внимания наших зрителей Спасибо тебе В Эдинбургском зоопарке субантарктические пингвины начали создавать пары Чтобы неповоротливые ухажеры почувствовали себя увереннее Сотрудники зоопарка установили для них специальные металлические гнезда Именно в них потом пингвины будут высиживать потомство Интересный факт Если у людей к даме принято идти с цветами и шоколадом То пингвины несут прекрасной половине камушки Хотя подарок не романтический, но практичный Камни послужат позднее для укрепления гнезд Но о том, что происходит еще в других зоопарках мира, вы сейчас увидите В Израиле очень серьезно относятся к воспитанию заботливого отношения у детей к миру вокруг В частности, к природе и к животным Именно поэтому каждая супружеская пара считает своим долгом Минимум дважды в год привозить детей в зоопарк или в сафари-парк Для таких юных посетителей в Рамадгане, в знаменитом сафари-парке Создали специальный отдел Туда мы и отправимся сегодня Теперь, друзья, посетим детский уголок Где дети могут пообщаться с детьми домашних животных Здесь, правда, есть и взрослые, но и много... Кого? Козлят и ягнят, козлят и ягнят Вот первая А кто это у нас пришел? Кто это у нас такой хороший? Пришел! Сегодня совсем несложно встретить в городе людей, которые ни разу в жизни не видели ни коровы, ни козы, разве что на картинках Даже в наших деревнях далеко не в каждом подворье найдется коза Смотрите, здесь и козы, и овцы И вы смотрите, насколько козы более наглые, чем овцы От коз приходится отбиваться просто А бедные овечки вот стоят, недаром говорят Агнец, овечка скромная, безрогая Вы видите, что у овец рогов-то почти нет А козы все рогатые И именно в зоопарках остается возможность встретить самых необычных представителей парно- и непарно-копытных Привезенных из самых разных уголков мира Вот, к примеру, альпака, домашние парно-копытные животные, которые входят в семейство верблюдов Первоначально их ошибочно относили к роду лам Потому что предки лам и альпак, викунии и гуанако, живущие в Южной Америке, могут скрещиваться И только анализ ДНК смог дать точный ответ на происхождение альпака Этих животных ценят прежде всего за уникальную шерсть, которая имеет все свойства овечьей, но по весу намного легче Волокна шерсти прямые и гладкие, поэтому отличаются чрезвычайной шелковистостью и тонким блеском Чтобы разобраться в хитросплетениях семейства верблюжий, нам пришлось покинуть детский уголок И отправиться к самым крупным представителям, к двугорбам, бактерианам и одногорбам драмадерам Говорят, что верблюд плюется, да? Ну зачем у меня плеваться, если я его кормлю? Наоборот, ему нравится, что я его покормлю, правильно? Ты мой короткий, ну поцелуй меня, поцелуй, вот так, да Я тебе нравлюсь, правда? В израильском сафари-парке собрана большая коллекция верблюдов И двугорбок, и одногорбок Драмадер имеет короткую шерсть, благодаря которой он может выживать в условиях экстремальной жары Аравийских пустынь Верблюд бактериан имеет длинную, густую шерсть Она спасает не только от жары, но и от жестоких морозов, которые обычно в пустынях Центральной Азии Вот здесь у нас один гибрид между бактерианом и драмадером У него получился крупный, мощный рост Шерсть, как у бактериана, а горб, как у драмадера, один Но причем такой мощный, как будто у него целых три горба А вон этот, видите, стоит сзади Удивительно редкий довольно гибрид между этими двумя верблюдами Обратите внимание, вот сейчас он там стоит Какой великолепный экземпляр Теперь вы убедились сами, что в сафари-парке Рамадган есть на что посмотреть, о чем узнать и взрослым, и детям А значит, достигается главная цель сафари-парка – образовательная Ведь девиз его сотрудников – мы любим то, что знаем и бережем то, что любим По-моему, замечательные слова На сегодня все, дорогие друзья Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова